Снегопад, обрушившийся на столицу и Подмосковье 12 февраля, стал одним из самых сильных за последние 50 лет. За два дня в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. О приближении к московскому региону балканского циклона Волькер было известно заранее, поэтому дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы еще в пятницу. Когда стало понятно, что коммунальщики просто не успевают ликвидировать последствия разгула стихии, местные жители вышли им на помощь. Многие жители высказали пожелание принять участие, помочь в уборке территории, потому что они сами ходят по данным территориям. Я вчера сам закупил порядка 70 лопат. Я благодарен управляющим компаниям, которые тоже выделили лопаты. Сначала начали несколько человек, но соседи потом не оставили нас наедине угробами и присоединили сейчас нас порядка 20-30 человек. А много снега расчистили? Много. Почти до асфальта, сантиметров 30, наверное, в глубину. За лопаты взялись жители практически всех микрорайонов и поселений. Расчищали тротуары, внутридворовые проезды, а также дружно толкали застрявшие в снегу машины. Вот Жуковский проезд, дом 9. Вот ребята наши из дома прочищают проход. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Андрей. Да, вот Андрей, вот его жена. Лина. Вот, они помогают прочищать проход, чтобы могли проехать машины. Вот эту дорогу в течение уже часа они тут прочищают. Сейчас на уборке снега в муниципалитете задействовано порядка 100 единиц спецтехники и более 700 рабочих. Ликвидировать последствия снегопада коммунальщики продолжат в течение недели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании в правительстве поручил особое внимание уделить уборке дворов и пешеходных татуаров. Екатерина Борисова, Ольга Садовская. Видно этого.